Во-первых, неадекватная, во-вторых, очень слабенькая. И вот я все время фантазировал, то есть я мог идти по улице просто в наушниках, и я настолько уходил в свои фантазии, что мне кажется, что я со стороны просто выглядел неадекватно. То есть планы были такие, да, громадье, наполеоновское, да, а продуктивность была низкая, да. Скажите, трата, траты были? Денег, общительность, укороченный ночной сон были или нет? Общительность вряд ли, траты денег, ну, мне в принципе денег не так много было. Я понимаю, но вот-вот взять и в один присест, значит, потратить, понимаете, потому что так человек вам там понедельно или помесячно снабжали, наверное, деньгами. Так вот, человек получил очередную месячную свою стипендию от родителей и взял ее и потратил. Пошел там в ресторан, пригласил друзей. Это типично для мани, понимаете, вот такой разгул, я все могу и так далее. Такого не было, да? Нет, ну я мог там тратить много денег на всякую фигню, типа на дорогой кофе, там энергетиков я еще очень много пил. То есть, то, что особо не надо, да? Ну, как это надо, но в меньших количествах. В меньших количествах, понятно, понятно. Скажите, скажите, и как долго это состояние продлилось? Ну, оно продлилось, я не знаю, может быть, где-то до начала июля, вот когда я как раз вступил в то состояние, с которым мы к вам обратились. А в какое это было? Это был уже переход в депрессию? А, да, да. То есть, когда, так сколько длилось эта приподнятость? Вот это фантазии, вот это, скажем так, вот это желание хвататься за одно, второе, третье и так далее. Сколько? Месяц, полтора? Ну, получается, чуть больше месяца. Больше месяца. А потом оно оборвалось само по себе, да? И наступила вот эта нив. То есть, пошли, попали в яму, да? То есть, ничего не хочется, понятно. Это первый был эпизод вот такой приподнятости, экзальтации? Нет, не первый. То есть, такие были и раньше, да? Ну, может быть, они не настолько концентрированы. Вот этот прям он был такой громогласный, прям вот, 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 вот и все. До этого тоже бывало что-то подобное, но не настолько я. Не настолько, да. Скажите, а вот, если вы находились в депрессии, то вас... Это где было? Дома, да? Дома? Да. Скажите? Ну, частично. Да, да, частично дома. Скажите, друзья там, родители, родные, они заметили вот разницу, вот, когда вы были в этом приподнятом состоянии? Они заметили, что что-то изменилось в вас? И причем в другую сторону. Может быть, какая-то раздражительность появилась, активность такая? Ну, то есть... Внешне? Мне кажется, внешне, по мне, это непонятно, потому что я довольно сдержанный, в принципе. То есть, внешне, внешне, мама, мама не обнаружила, что что-то с сыном не то. То есть, был таким, а теперь стал какой-то чересчур разоживленный, нет? И не так часто виделись, чтобы... Так вы не жили с родителями в тот период, да? Вы жили отдельно в тот вот период этой, будем условно называть ее гипоманией, да? Отдельно жили? Да, я снимал комнату. А, вы снимали... Подождите, а вы сняли комнату уже в период гипомании, по ее причине или до нее? Да нет, я давно еще... Ну, на тот момент я уже месяцев 8 жил отдельно. А, вы жили, понятно, понятно. То есть, это было... А почему вы хотели избавиться от опеки маминой, да? Ну, да, конечно. Мама, конечно, значит, она любит, опекает, но вас это напрягало, да? То есть, мама в этот момент вас тоже не наблюдала, вот, в момент этой приподнятости. Скажите, а друзья, знакомые, они не обратили внимания, не сказали, да ты вот инкогнито стал какой-то, что с тобой происходит? Никто этого не говорил? Нет, мне кажется, это внешнее не проявляется в моем случае. То есть, во внешнем поведении оно не проявляется. Это внутреннее, да? Да. Внутреннее. Скажите, а спали вы... Это тоже такой важный момент. В тот период, вот этот месяц, вы спали укороченный сон, то есть, потребность в сне уменьшилась? Не помните? Что-то вспомнить. Ну, наверное, я спал... Ну, точнее, я мог себя чувствовать хорошо, поспав немного. Да, 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 вот это важно. То есть, поспав немного, чувствовали хорошо. Самочувствие было такое приятное, да, в сравнении с тем, которое наступило уже через месяц. Да, все хорошо, да, ощущения, я все могу, да. Да. Интерес к девочкам проявился такой, не совсем нормальный, сексуальный интерес? Нет, у меня тоже все... Ну, у меня есть девушка и была на тот момент уже. И такого повышенного интереса у меня никогда не было по этому. Понятно. Скажите, а вот девушка обнаружила, заметила разницу у вас? Вас. Вот вы были до того, и потом, значит, этот месячный приподнятый. Не помните? А мы с ней как раз тогда, она уехала в тот город тоже поступать, а я остался и... Понятно. То есть, она бы в этот момент не жила с вами. Ну, хорошо. Аршот, до этого часто были такие состояния? Не часто. Не часто. Сколько их было вообще с 13 лет? Вот. В среднем? Ну, приблизительно. Понимаете? Значит, если я не ошибаюсь, то в основном это была депрессия, да? Вот она. Сложно, все трудно, плохое настроение, безрадостность, тоска и так далее, суицидальные мысли. А вот эти эпизоды приподнятости, когда все краски оживали, когда появлялась какая-то активность, радость, вот планы какие-то. Но другое дело, что планы тоже были, они не реализовывали. Вот. Ну, сколько их было приблизительно? За вот эти 13, 21, 7, 8 лет. То есть, болеете вы 8 лет. Ну, так, примерно, примерно, я понимаю, что сложно. Они у меня могли буквально там появиться на 2 дня, поэтому очень сложно. На 2 дня. На 2 дня, понятно. Понятно. Ну, хорошо, хорошо. Все лазно. Все. Я понял. Так, а теперь опять возвращаемся вот после августа. Теперь вот эти двухдневные подъемы и спады, они все-таки как-то, скажем так, ну, стали пореже, все-таки где-то ближе к золотой серединке, да? То есть, нет глубоких падений вниз, нет таких, как было там в июле месяцы подъемов, выходили, фантазировали и там и так далее, мало спали, энергии и так далее. Хорошо, хорошо. Значит, осталась только плохая память, концентрация, ну, и, в общем-то, надо все-таки утомляемость, да? Вот не хватает на все. Ну, да, я очень много пью кофе, например, или энергетик каких-нибудь. У вас что, низкое давление? Нет. Вы экстази не использовали никогда? Никогда, да? Ну, хорошо. Кофе вас стимулирует, да? Да. Ну, хорошо. А вот теперь еще один вопрос. А все-таки вот вы, маму я спросил, мама там сказала чуть ли не 50-50, а вот ваша точка зрения, вы больше папа или мама? Больше папа, ну, я бы тоже сказал, что это 60 на 40, но больше папа. Что 60 от папы, 40 от мамы. Чего вы больше взяли? То есть, что вас роднит с папой? Ну, во-первых, вектор увлечений тоже, он же в молодости тоже был творчески направлен, просто ложилось все. Ну, вот это, наверное, циркулярность, это подвижность, да, вот это цикличность, да, то в таком настроении, то в таком смена настроения, да, или нет? Или это в маму? Смена настроения это не в маму. Это в папу, да, это в папу. Каким творчество, вот эта способность к творчеству, это от папы все-таки, да? Мама кем работает? Или мама не работает? Мама индивидуальный предприниматель. А, предприниматель, понятно, понятно. Скажите, а тревожность у вас есть? Вот мама говорила, что в ее, значит, структуре личности большая такой процент тревожности. Ну, тревожность у меня есть, да. А вот сейчас Ламиктау каким-то образом повлиял на тревожность? Ну, да. Вот в августе до того, как мы связались с вами, я каждый день просыпался с чувством тревоги. А сейчас, ну, вот эти пять минут, ну, не сразу же, но, скажем так, вот последнее время тревога уменьшилась или нет? Уменьшилась, конечно, но она иногда возникает. Ну, это, наверное, нормально. Скажите, а вот когда вы принимали парокситин, да, парокситин принимали, да, он как-то вам тревогу гасил или нет? Или абсолютно нет? Я, когда принимал парокситин, я параллельно еще и принимал квитиопин и хлопротексин. Так что вообще о тревоге там и речи быть не могло, можно сказать. То есть, и квитиопин, и хлопротексин, и парокситин, они давили вам тревогу, да? Ну, а я, в принципе, я был в таком состоянии, что я не мог, у меня голова не работала совершенно от этой комбинации. А большие дозы были хлопротексина и квитиопина? Какие дозы были? Квитиопин я точно не помню, но, по-моему, я ел 50 миллиграмм в дне, в 5 вечера. А хлопротексин я пил только на... То есть, и днем, и утром, и вечером, конечно, да. А хлопротексин только на ночь? Да. Только на ночь. Ну, понятно, конечно, квитиопин утром, и он, конечно, мог давить. Так что тревоги не было. А сейчас тревога, она доминирует или нет? Что вообще доминирует вот в последнее время? На фоне приема 300 миллиграмм этого ламиктава. Доминирует в смысле из негативных симптомов? Конечно, конечно. Позитивные, ну что вы, слава богу, пусть доминирует. Из негативных, да. Ну, точно не тревога, она не так часто бывает. Ну, в общем, короче говоря, вот это неумение, то есть, не хватает на всю энергии, да? Да. Доминирует. И поэтому вы и кофе употребляете часто, да? Чтобы немножко себя энергизировать. Ну, не знаю. Хорошо, хорошо. Скажите, вы в целом, как вы оцениваете все-таки результат? Это хороший результат, вот? И вот лечение ламикталом или нет? Он вас как-то, скажем так, ну, воодушевил, он сделал вас немножко более активным, трудоспособным, вот. То есть, изменил вашу жизнь. Да, он меня сделал более активным и трудоспособным в здоровом состоянии, поэтому в адекватном. А у вас все-таки сохраняется неадекватное? Нет, я и говорю как раз о том, что он меня сделал по-здоровому. А, понятно, понятно, понятно. Хорошо, следующий вопрос. Как вы думаете, значит, стоит ли увеличивать? Я сейчас вас спрашиваю, ламиктал, мы можем его еще и до 400 довести, это максимум. Как вы думаете? Или нет? Или не стоит? Ну, сложно сказать. Я не знаю. Может быть, попробовать. Попробовать, да. Давайте попробуем. Давайте так. Давайте вы будете каждые пару недель увеличивать дозу на 25 миллиграмм. Это вот средства будут на ламиктал или нет? Родители обеспечат или это нагрузит их бюджет? Ну, я сам сейчас на работу устроился, поэтому... А кем вы работаете? Я буду в студии дубляжа администратором работать. А как же вы успеваете учиться и работать? Или вы имеете в виду на каникулах сейчас устроились? Вот как раз после каникул я начну работать. А, да. Там подвижник, например. Надеюсь, как-нибудь получится совмещать. Если не получится, то... А скажите, а почему вы решили работать? Из-за того, чтобы денег немножко заработать или как? Ну, я хочу, чтобы родители меньше... Немножко разгрузить родителей, да? Ну, это хорошо. Это хорошо. Вот. Но я думаю, вы, конечно, поговорите с родителем. Почему? Потому что это что, ночная, вечерняя работа или как? Она бывает и ночная. Ну, я говорю, там очень подвижный график. То есть, может, несколько дней не быть работы. Может быть, очень много работы. И ночная работа может быть. А как вы думаете, потянете вы и учебу, и работу? Ну, я надеюсь, потяну. Потому что, мне кажется, что такая работа, она меня дисциплинирует. Она связана просто с заполнением графиков, с договорами с людьми. То есть, эта работа, она требует пунктуальности. Пунктуальности, да, 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 да. А вообще, вы не пунктуальный, да? От природы. По природе, да? А это что, разбалованность или это все-таки ваша натура? Вряд ли это разбалованность. Потому что, если речь идет как раз о чем-то важном, если, например, речь идет об ответственности перед другими людьми, то я пунктуален. Идет о моих делах, то я могу забить на все. А это воспитано? Почему у вас такая повышенная ответственность по отношению к другим? Это мама так воспитала вас? Умагировала, да. Мама воспитала, понятно. Да, если бы еще мама больше упора сделала, чтобы ответственность по отношению к себе, было бы, конечно, для вас лучше. Хотя, конечно, конечно, ответственность по отношению к другим, она, конечно, тоже очень важна, но все-таки тут важнее. Давайте все-таки сделаем так. Я не хочу вам добавлять антидепрессант. Не хочу. А вот попробовать немножко все-таки, попробовать. Давайте так. Значит, каждые две недели вы будете увеличивать дозу ламектала на 25 миллиграмм. Там четыре раза придется еще увеличить, так? Значит, это восемь недель. И вы смотрите, если вы увидите, что, предположим, 325 ничего не изменит вашим в лучшую сторону. Я уже не говорю в худшую, так нам это само собой разумеется сигнал, что это не годится. Если вы увидите, что 300 и 325 одно и то же, попробуйте еще 500. Если вы увидите, что тенденция, которая возникает на увеличении дозы, ничего нового вам не дает, ничего лишнего хорошего не добавляет, то, конечно, вернетесь на 300. Если вы все-таки увидите, что каждое двухнедельное повышение на 25 миллиграмм все-таки улучшает ваше самочувствие во всех этих вот, то есть, ну, скажем так, во всех негативных проявлениях. Вот. Значит, естественно, вы, значит, продолжаете максимум 400, больше 400 я не советую вам, и потом остановитесь на самой, на самой, скажем, такой оптимальной для вас дозе. И через это время, там, соберете время или напишите мне, или мы встретимся, я думаю, что можно просто вы мне напишите в этот вот скайп, и, значит, о том, какая доза для вас будет лучше, и насколько она, вы сейчас вас смотрите. Вы на сегодняшний день, скажем так, обозначили улучшение на 300 миллиграммов где-то 70%, да, 70%. Вот. Значит, когда вы будете писать отчет, вот, когда вы подберете уже оптимальную другую дозу, выше 300, вы тоже мне одновременно с сообщением, какая доза оказалась для вас самой оптимальной, тоже приведите цифру, значит, на сколько процентов, все-таки, значит, сейчас 70, а там, может быть, 80, а там, может быть, 75, а, может быть, 90 и так далее. Укажете. Договорились, да? Да. И еще последний вопрос. Все-таки я вам не советую частенько употреблять алкоголь, и все-таки образ жизни у вас должен быть, ну, скажем такой, более-менее нормальный. Все-таки ночью надо спать и так далее. Все-таки для вас, для вас, в вашем состоянии образ жизни тоже имеет значение. Не, естественно, как студент, естественно, я не хочу у вас забрать студенческую жизнь. Это, может быть, и выпить немножко, но не так напиваться, чтобы потом наутро, значит, чувствовать себя, понимаете, в глубоком похмелье. Значит, так, умеренность, скажем так, соблюдать умеренность, да? И после того, как вы подберете дозу, вот, либо она останется 300, либо она будет выше, это вы сами должны определить. Я поэтому и даю на каждую дополнительные 25-2 недели, чтобы вы могли сравнить, чтобы вы могли посмотреть, почему там будет иметь и значение, как вы будете, работоспособность, активность, вот эта пунктуальность, ответственность по отношению к самому себе. Это все вы должны учитывать. Естественно, вот эти перепады тоже должны учитывать, то есть всю, всю палету, вот, весь спектр этих ощущений. И когда вы уже, значит, подберете эту дозу, вы мне напишите, вот, вы знаете, доктор, все-таки вот на этой дозе я чувствую себя лучше. И процент улучшения, процент стабилизации составляет вот столько-то, 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 вот. А дальше потом, после того, как вы мне напишите, и что вы мне напишите, вот, мы решим, может быть, мы и встретимся. Вот так вот. Ну что, вопросы есть у вас? Ну, разве что вопрос о том, сколько, в принципе, можно пить ламиктау. Вы знаете, вы знаете, я вам вот что хочу сказать. Значит, в принципе, в принципе, после того, как вы... Вы знаете, 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 вы знаете